Два года назад в этом населенном пункте Адлерского района исчез родник, из которого местные жители брали питьевую воду. Сельчане обратились к руководству города за помощью. Была проведена геологоразведка. В районе Ахштыря пытались найти новые подземные источники, но ближайший участок с водой оказался на противоположном берегу реки Мзымта. Причем земля была в частной собственности. Без перевода ее в муниципальную невозможно было выделить деньги даже на проект водовода. Сейчас проблема решена. Тем не менее, по мнению главы города, водоснабжение Ахштыря ведется очень медленно. Я возьму на особый контроль, потому что, откровенно говоря, мне крайне не нравится ваша не очень оперативная работа в этом плане. Мы документы передали в государственную экспертизу на данный момент. Они находятся там в проектной организации. Когда мы получим? У нас сроки регламентной экспертизы 50 дней. Хорошо. Мы получаем 20 мая экспертизу. Получаем? Да. Получаем. Это железно. 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 Получили экспертизу дальше. На основании заключения положительной экспертизы готовы будем объявлять торги. То есть 15 июня у нас появляется подрядчик для выполнения работ. Так? Да. Сколько времени нужно будет потратить, чтобы подрядчик... Предварительно 3-4 месяца мы будем... Хорошо. Хорошо. Значит, 15 июня. Это 15 июля первый месяц. 15 августа второй месяц. 15 сентября мы должны воду пустить в Ахштырь. Правильно? Да. Воду подведут к месту, где раньше в Ахштыре бил родник. Затем начнут прокладывать трубы по улицам поселка. И уже в ближайшее время сельчане получат централизованное водоснабжение. Кстати, в этом году в Ахштырь пришел и газ. А перед Олимпиадой строители тоннелей здесь сделали дорогу. Теперь в село ходит рейсовый автобус. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.